Продолжение следует... 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 да кому угодно на самом деле драку на две части просто разделить мне кажется на через профит троечка поинтереснее главное чтобы главное чтобы это сейчас мизери не воспользовался этим обстоятельством потому что как бы там там неважно же будет на какой позиции к локерк фурион хоть они и все будут там не знаю с саппортами плевать если появится не по ласт пиком не на вообще там ладно закрывающий уастр наверное сейчас опасно так пикать и тем более что он убрать как по линиям тоже уже все ясно так нет а кто тогда будет на тимбери исполнять я не помню чей фэн и на этом герое я думаю на тимбери он скатает сларк появляется ласт пик в кире это кири сларк кири сларк кири сларк но тоже проблема с тем что нужно будет как-то контролить вилл офис тот же самый тратистер спирт нужно хорошо закатываться есть трудности с тем чтобы этого сларка ловить тем более когда сларк перед сларком будет живой щит в виде тимбера и кокверка которые будут принимать на себя массу внимания неплохой пик интересно чем закроют астар чем можно закрыть сларка не хватает героя получается куда на кири да то есть первая позиция если лон друид в центр если лон друид на легкой то не хватает героя в мид и скорее всего так и будет потому что в последней стадии киос забанили о д они думают что муж возьмется кого-то другого героя и пойдет в центральный коридор есть пак наконец-таки кстати пак слон друидом и со светом нормально сочетается между прочим плюс он ловит фуриона плюс он с прокаста убивает дисраптора до дисраптора в виде много таких ситуаций было на просто не когда дисраптор здорово смотрелся против пока но на пока мало контроля кроме дисраптора то по сути нет ничего а там юл какой-нибудь и на этом все мне нравится пак ну давай муж и пора побеждать ты только на паке побеждал в команде астер пугна 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 ну ладно пусть будет на пугне муж еще не катал в команде астер скажем так дебют да сайлор сел на лон друида побокая распирит кипер узлайт фенрир и xs оффлайн свэн команды киос тоже все понятно и чфн керис ларк виха тимбер фирменный тавок локверк все-таки это будет оффлайн клокверк кингардин дисрапторе миссари будет на суппорте пятой позиции фурионе такой расклад ну что ждем какой-то наверное интересно доты хотя бы интригующий немного как-то надоело смотреть как обижают астер весь день прям больно за игроков этой команды сам говорил да легендарная тут команда из таких серьезных никнеймов обижают их вот все кто хотят просто все абсолютно разными стратегиями абсолютно разными пиками я тебе так скажу все китайские команды на этом турнире сильно обижают то есть соседней группе ftd также выступают пока 0 4 а видеть два китайских коллектива с общем показателем 0 8 ну совсем непривычно вообще да а ты представь что завтра еще мдл макао начнется где также китайские команды будут отлетать просто их там больше их там раз два три 4 5 5 5 5 китайских команд и у них там я вот сегодня в твиттере писал тоже с этими китайскими командами там такая проблема в этом турнире там вот ни одного живого коллектива кроме айджи айджи короче полным составом на турнир приехали увичи гейминг замена у рояльного give up замена у их ом мидера нет вся уэйт вместо мидера фейт бьян на фотосессии повредил себе что-то играть не может у ньюби там тоже замена короче не знаю вот эти два турнира которые сейчас будут идти параллельно они там совсем не китайские должны быть совсем-совсем не китайские на фотосессии повредил да да там все что должно было произойти как должно было пройти фотосессии они короче снимали ну вот вот стандартные не view наверное а представление команд вот это видео вот и он там повредил себе что-то по моему руку да руку повредил играть не может теперь и что самое интересное его заменить даже неким на этом турнире 8 команд все китайские игроки заняты и уже даже тренеры использовали понимаешь в этой команде в принципе оффлейнера нет такие приключения а здесь понятно что и астер и фтд полным составом с вами приехали ну ладно полными там тоже муж как можно считать его пока стандином наверное да потому что не полноценный игрок все еще все еще это не полноценная команда на фтд полным составом приехали а выступают хуже некуда короче вот у китайских команд прямо вот супер проблема на этих турнирах я не верю что кто-то вообще может топ-3 попасть что на и салван катавица что на мбл мако просто не верю заготовить рано будем смотреть пока пока да и салван катавица конечно абсолютно не китайский получается так что у нас здесь сайлар с king rd разменивают стычками хотят баунтиру ну забрать ну-ка кто кого молодец молодец сайлар ровно забрал 3 в итоге для команды астр так у нас clockwork пошел в качестве оффлейнера на легкую при он будет помогать и чф ну и clockwork пока один до или с кем он там пока один дисраптор ближе к мида но сейчас я уверен он подтянется 2 в 3 неприятная линия для clockwork а стоять либо 2 на 2 либо 3 на 3 тогда он максимально раскрывается 3 в 2 когда герой тебя просто вражеский герой тебя просто массой задавят и полной мере показать себя не сможешь а здесь находят king rd быстро его убивают отличное начало от астр два спорта подловили и шансов не оставили нападают от а вот здесь на клокверка убить конечно вряд ли получится но выбивают него хп риген хотя выбивать у того хп риген здесь по моему бесполезное занятие у него 3 энчант от манго и еще и 5 танка осталось еще щиток есть да еще и линия вот видим держится где-то в районе его товара поэтому вот идти под вышку бить clockwork а вообще не не стоит на того как мне кажется это вот здесь свое тоже получает так что нас на верхней линии вот здесь у нас все-таки сформировались даблы мизери плюс hfn это сларк на сложный при поддержке фуриона но и пытаются они мешать активно лон друиду фармить естественно посмотрим как дела у медведей эти медведь один на один пока у сайлора за первую пачку что-то маловато пока получилось ну не дают не дают доно этот активно мизери мешается доноит своими пинками доноит сам сайлор из этого страдает а саппортом пока не помогает но по бога помогает тем что делает хотя бы отвод линию ломает таким образом там сайлор под свою вышку конечно крипов добьет потом вот а сейчас большая пачка идет на там сларк в этом патче как герой довольно сильно страдает у него всего лишь семь побед в 21 матч то есть 33 процента винрейт цифра явно очень низкая и не знаю уж сильно ли сказалось отсутствие урона на паунте наверное какой-то импакт этот нерв внес но неужели настолько сильный что герой прям просто выпал из меты а сверху мизери убивают здорово сейчас становится 20 и чфн здесь ничего сделать бобэки не сможет и безнаказанными астер уходят в очередной раз был бы урон спаунта сейчас он бы просто взял и убил р спит то я конечно не здорово все сделали р спирит закатывается в очередной раз закатывается успешно на и чф на еще и блочит с собой чтобы побольше урон у нас нанести сайлору есть замедление камешком под боем попадает паунт стараться чфан что просто уйти так и мизери тоже нужно отходить да здорово пока отыгрывает бобока ну вот это уже другой разговор это все таки вам не бобок а батрайдер какой-то да который там пытается импакт какой-то создавать здесь бобока прям настоящий распирит на фирменном герое раскатывается налево-направо и пока очень сильно помогает снизу флокверк по-прежнему не может на равных стоять против свена и по крипам отстает и весь регион уже потратил остаются только манго и теперь так здесь котл в инвизе показалось что котл сейчас пострадать может он в инвизе находился конечно спокойно отсюда уходят а вот сейчас его возвращаю это должны быть а когов нет когов нет на третьем уровне он их не прокачал а были бы это был бы легкий фраг и мизери сюда пришел топили таки слушай хватило хватило урона бобока тоже залетел что старается на развороте мизери забрать варкрай мизери будет еще и нейтрал только пытается от них отдаст останут кентавра мизери получает камеры и погибает мизери здесь нужен был чтобы добивать котла все-таки удалось сделать но и сам из этого пострадал ну ладно суппорт пятой позиции такой ровно бегающий почему нет развлекается в центре муж все время выигрывает линию тимбера 24 на 5 тимбер 19 на 2 но понятно что с повышением уровне конечно бихи станет на этой линии стоять все проще и проще в один момент думаю он просто выгонит муж из линии но постарается всяком случае это сделать пока бласта действительно болезненный потому что бласта одновременно и дамажа тимбер и одновременно и крипов муж этими бластами сливает но пассив как качается вот уже 3 реактив армора и вот станет легче появится чакрам можно вообще быть муж лупить аккуратней аккуратней надо стики себе приобрести обязательно не знаю может быть рейндроп какой-то даже смотри кстати как плохо пока сайлар добивает крипов мир спирит как только с линии уходит моментально и чфн тем пользуется очень много старается динайте и не в два раза перефармливает сейчас своего соперника что довольно много и жадный этот сларк судя по всему будет через мета сыграть собирается чфн перчатку приобрел и перчатку медаса поставил быстром закупе но неплохо медасовый сларк почему нет все таки для него эта линия она и все равно нелегкая да хоть и даже перефармливает это волон друида все равно это hard это не фри фаром мы даст поможет ему собрать другие артефакты в центре выхода временем глубоко зачем-то получил дикрип не знаю зачем просто получил дикрип уж промазал что ли лол зачем лучше промазал дикрепа зачем он это сделал сложный вопрос интересно ну ладно там слишком много героев одной точке находилась бывает наверное бывает наверное простительно но из-за этого правда он погиб потому что цель была однозначно убить фиху с прокаста и через дикрип ласта залетел болезнение по вихе естественно не знаю помогло бы это конечно взорвать их у факт остается фактом саппорты потянулись и в итоге пугнуть теперь таверне сидит а виха выжил и века хочет сделать себе быстрый ход of the find чтобы не так больно залетали эти бласты что тоже логично что дубль 2 поехали побока на хосте в центре виха стоит здесь купил себе клок кстати вот клок поможет ему выжить если что с прошлого тараса давайте посмотрим так ну вот теперь нормально теперь дикреп на залетел но есть им причин от них и он просто хоть ну да тимбер чем всегда будет позволять ему уходить подобных ситуациях и наверное выходы дальше будут на него практически бессмысленными и поэтому попытка перетянуться на верхнюю линию запушить там ты один возможно потому что здесь уже муши муши готов есть медведь сайлор же 6 левела медведь 3 могут исправиться на самом деле пошли пеньки пошли бласты вопрос времени когда они эту вышку снесут это еще и катапульта пока киосы не стягивает сюда большие силы по-прежнему два героя там а клокверк вообще внесли для того чтобы пободать со свэном и как-то не по шансам он сюда прилетает свэн под ультимейтом поинтереснее выглядит нужно отступать клеймс чтобы спасти то вода и это спасает естественно клокверк далеко что ты не убежал развернулся такой наглеет держится на дистанции шторм камера не подставляется в итоге муши на топе вышку спушил снизу товар пока удерживали киос но кажется здесь тоже будет активное давление на этот товар ну и прям астер взяли темп хороший такой темп в этой игре но вот муши уходил с центрального коридора здесь и биха властвовал мы видим сильно очень вышку пробил рядом находится кинга рди мизери тоже здесь в ответ будут вышку забирать бобоку гонят тем временем крипы большое количество все это подмушевский бласт нет нет свои товара давать астер не хотят я их абсолютно полностью поддерживаю в этом направлении потому что пока вы пушите спугные желательно свои тавры при этом не терять иллюминает вздувается виха идет за бобок и есть чакрам получает саленс декрип высасывает лайф дрейн им жизнь ну кажется он будет выживать да тимбер чейн используется бобока выживает но вышку сохранили чакрам не долетает по бобоке убийство сделать здесь не удалось мы были стики у вихи он их вовремя прожал как следствие ушел очень много движений на карте вообще во всех абсолютно частях ее происходит какой-то экшен что не может не радовать к локверку срочно нужно получить что уровень получить 6 левел и потихонечку с этим этом уже что-то придумывать котлов ловить соло убивать даже на пугну можно пытаться нападать это целом быть просто более активным да потому что ты видишь что у тебя есть лак в команде который хочет купить медал с который хочет поформить все же какое-то время и нужен герой или парочка героев который будет вставать для этого пространство для сладко и клокверки естественно один из тех персонажей вот он получает хукшот сейчас его команда все таки смогла снести в центре вышку да и где-то вот можно вниз перетянуться с моментом защиты своего товара одновременно с нападением на соперника через хукшот почему бы не попробовать вот клики клики пошли и не желе никто не придет не желе товар так просто достанется команде автор да еще одна вышка в копилку китайской команды ну согласись частенько бывают игры в которых клокверк будучи игроком третьей позиции не раскрывается в полной мере почему потому что он как и многие другие герои которые третью позицию занимают как никс например иногда да еще можно персонажи вспомнить которые в начале у них все хорошо бегают убивают даже а потом они проседают по фарму очень сильно и вражеские тройки набирают гораздо больше денег и становятся за счет этого полезными просто за счет того что у них есть лишние слоты фури он бы эти слоты выформил клокверк выформить едва ли и потому что у него нет ресурсов для фарма абсолютно никаких свое время даже клокверки с мидасами появлялись просто чтобы компенсировать вот эту разницу в деньгах такой же разговора баунти хантере о night stalker и вечная проблема показать себя во всей красе реализовать своего персонажа всегда бывает трудно сделать вот первый раз только использовал свой хукшот использовал в принципе по хорошему назначению он зафиксировал для себя обеспечивал баунти руну дополнительно таки три баунти забирает ребята из киос но запустил кулдаун на свой ультимейт поэтому соответственно активности пока не ждем тем временем астар заходит уже за последний тир-1 дышкой по центру катакульта здесь здесь пуганное что самое главное ну и виха их и готов защищать их готов питать впитывает пока лайфтрейн камер отличные ставит статик штору чтобы спасти пиху пиха на развороте не так сильно на стакан у него пассивка сейчас ты будешь и к кроме логи ой-ой-ой много урона муши пласт декрит на себя погибает все же теперь так и не смогли убить и выгоняет соперника под пиху возвращают персонажа чакрам теперь чей что происходит почему-то стагера перемещается и все-таки от нейтрального крипа погибает побока неужели вышку в центре все-таки доберу то беспуган уже тяжелее пушить да и не все-таки я вас здесь хорошо защитить но не фурион разве что потеряли показалось в один момент что виху сейчас убьют но как же много он впитывает с этим худом есть по сути других слотов-то защитных и нет не очень это юла условного с которым он будет выигрывать время выживать и так далее да и чакрамом он немного тогда не попал вот про каста дисраптора там бы мог спилить сразу пару героев моментально самое главное что все это время просто фармил сларк и все он находился на верхней линии они сейчас вместе с мизери забирают вышку мизери не жили сможет уйти да и мизери еще и уходит наглую перед носом оксексеса сларк фармил драка выиграна все в порядке я вас держит пока начиск соперника но сайлар правда при этом тоже фармит у него мидас появился раньше чем сларка сайлар уже две с половиной тысячи голды ну и конечно радианс хочет себе приобрести еще какое-то время нужно пофармить но его главное не трогают особо не спешат ребята из chaos гангать находить этого персонажа поэтому смартно но виха начинает играть нагло виха подроны волшебства вообще никого не чувствует идет в чужой лес один не имея здесь никакой информации никакого вишена абсолютно он просто наглую пофармил спустился вниз нормально может себе позволить уверены в себе на чфн так но вот шаду блэйт и думаю да по кому-то стандарту будет эти сларк хотя видел я билд недавно на про сцене и через blink какой тоже может быть но наверное здесь все-таки shadow blade может быть с выходом сильвер впоследствии посмотрим дефюжил блэйт очень часто последнее время этого героя собирают да блинте нужно порт от пилки но наверное здесь что блэйт будет поактуальнее опять же найти какого-то котла очень бы спину к нему залететь выключить его дальше уже работать по всем остальным так снова загулял мизери мизери могут убить мизери погибает без шансов третий подряд убийства для xxs он кстати в свою очередь пока не погибает хорошо фарме до влад мир есть потом хочет взять себе внезапный блинк внезапного блинка инициировать станет намного проще драки переворачивать можно да и все-таки сларка нацелился на покупку дефюжил блэйт первым артефактом без блинков без шаду блэйт и просто диффузы потом видимо яш какая-то так его команда тем временем снизу до спейсит опа хукшот неплохой кстати по пугне есть просто уже между прочим обратим наше внимание ставится вилл офис става каст отрезан от команды своей получает саленс приходит идти на вилл офис других вариантов нет он заканчивает кстати муж и лайфдрейн пытается высосать дава все его жизненные силы не получается сделать дэмэджа не хватает ну и продолжают свое киос давят просто на вышку чтобы делать астер они стоят на это смотрят драку провести нормально получается виха в двоих порвался помощью тимбер чейна другого отрезаем чакрамом бубоко да все-таки просто его срезало надо муж наверно тоже пойти потому что имея форстаф не особо боится соперника хотя все равно чакрам тимбер чейн прилетает есть же еще и глимс после глимса поставили нас пруты вот теперь просто теперь форстаф и теперь просто хоть те самые вынужденные билды да вот виде форстафу пугна я вижу просто будет намечаться у котла абсолютно грамотный пайп опять же против пуг на котла ир спирита много очень урона этот предмет будет блокировать это позволит команде дольше драться позволит команде давить как они это делали сейчас пайп прожал и побежали физический урон пока большом количестве только у свена медведю еще фармить и фармить чтобы стать грозной силой ну а свен видели вообще отсутствовал пайп здесь must have а что будет клокверк интересно покупать пока обозначил себе спирит весел мне кажется crimson бы какой-то купил но пока против кого не crimson кто там с руки будет сильно пиццы возможно медведь медведь через радион статус магия свен польши инициатор по конечному посмотрим на пайп есть уже дал против магии так что в принципе в этом плане не защитились против магического урона то вы хочет купить весел чтобы пугни не так комфортно жилось в игре чтобы просто зафиксировать свой персонажа не пускать вот наконец-таки сладко нашли здесь пытается убить и но выживет он просто выживет на развороте еще и цепляет свена клокверк его заменяет здесь клокверк подтягивается получать подача болезни там тире не буши и чп на поле но есть глимс муж отрезан от своей команды ставят на зарпорт на развороте раскастовывается в таво муши сам получает заряд урны залет неплохой от глубокий и накрыла все таки дизраптора но в это время смотрите что делает виха виха начинает пушить тир-3 на тимбери вообще ничего не боится такой себе правда пуша но надо уходить наверное команда его ждет так где-то в центре потому что набрасывается уже на мизери мизери на развороте вызвал пеньков и погибает такие там неплохой магнатайз виха врывается чтобы муши накрыть муши отбивается будет жить глубок останавливает виху таво ставят когите временем сайлор вообще не обращая внимание на эту драку забирает вышку и правильно делает и виха пытается его наказать но чакрама закидывает конечно сайлор тп хукшот медвежонка спирит бэра грамотно прикрылся им сайлор сам смог уйти но наверное спирит бэра придется отдать и там все-таки пугну накрыло это и чфн постарался догоняет соперника смотри под дабл дэмэджом делает убийство маятся чфн я даже драки его не заметил чфн выходит на тропу войны дд подобрал пошел подрезал пару человек будет играть все таки через дефюжил блейд есть у него яша шедо блейд мы не наблюдаем даже в проекте и сларк пока выглядит очень страшно первый networks медведь все-таки мейн кэри здесь у команды не свен и медведя сларк мне кажется довольно комфортно действовать так xxs пытался напасть не получилось не успел чфн вовремя среагировал и просто ушел в шадоу-дэнс но не просто ушел еще развернулся медас использовал и так далее то есть абсолютно комфортно себя здесь чувствовал действительно купил диффюзер так астры пошли под смоками вот он сларк опять но они мимо 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 у нас другие цели у нас задача варты поставить какие-то да на хайграунде может быть и но поставили один пар тут могут зажать дизраптор но но сларк даже на конечно выгоднее цель получил дизраптор в итоге стоит вообще никого поймать пока не могут астов бегают ищут кого-то даже не знаю кто им нужен тогда раз они мимо всех ладно буду тавр забирать тоже сайлер здесь бьет вот и поцепили дизраптор прям в районе тир-3 его метелят югороди какой-то живучий парень и все-таки на крыло убил и плюс айлор запирает и башню на топе идет сплит пуш там виха пушит он только тем что пачку крипов может быстро забрать вот теперь появляется настоящий пуш в этом мизере тут же рядышком сайлор с рейдинсом кстати вот пинками лучше не видеть надо их постараться убрать контроль контроль используется pipe так а там сларк пил офис ой-ой-ой это неприятно как спасаться и чфн паунс отличный паунс убегает причем в нужное направление используют паунс там где соперник абсолютно не было может быть будет план перехват какой-то какой-то глимс может быть так вот мизерик раз таки идет бодиблочит свена влад не гладит и цепляют глимсом свена свен возвращается с таких шторм кинетик фильтр и всес конечно накроет и убьет их а удалось зацепить два минуса остальные удавили на пятки ушли очень агрессивно продолжает играть киос уже один сларк просто создает какое-то движение дальше подключается фурион ультимейтом то сам прилетит эти два неуловимых героя тимбер плюс ларк останавливать их очень тяжело дизайблов не сказать что у астара очень много сейчас нападает на сайлора сайлор под т2 страдает виху в любом случае бить будут очень долго но придется отступить при он прилететь может с ларк фуловый но также далековато и отступают киос не получилось быстро убить мишку все-таки у самого ландруида основного приличное количество здоровья зафокусить его быстро не получится все так я смотрю кингарди тоже решил по скользкой дорожке с ларка пойти купить медас ну почему нет какое-то впоследствии аганим если вдруг появится дизраптор то понятно хочется там и блин какой-то глиммер кейп купить даже если появится ганим будущем в лейте это будет очень круто тем более талант есть соответствующий дополнительный кпм 20 уровня теряем коктника подловили в центре пытаются быстро взять того хукшот у это был качественный хукшот и тп а у тауа красавчик не растерялся в нейтральных крипов хукшот дал и ушел и эта атака была тоже установлена команда команда астер точнее в этой атаке не просто не добиваются успеха еще и кримсон брожали хайграунд начинают грызть так где мистер живой щит мистер тимберсоу просим ваш выход тир 3 слишком легко упала где же дефенс где защита от древних токетка пошла есть информация перевиха закидывает чакрам стоит там незервард неприятно виха купился грифсы кстати стал еще плотнее еще полезнее для своей команды в драке 5 на 5 тогда у естественно хукшота нет об этом прекрасно знают астер нужно удовольствоваться будут снесенным тир 3 кажется и отступать или нет или нет наверно могут попробовать бласт еще по закидывать уходят вынуждает их с ларк сделать тп наверх отменяют это тп тут возвращают медведя сайлар пытается грызть мишкой сайленс на вихе есть хороший вело висп но не чувствует урона абсолютно виха и чфн просто продолжает грызть эксцесса свэн безумно битый погибает очень быстро виха пошел дальше в толпу народа финрир финрир а также можно попробовать убить где команда команда немного не успевает за перемещениями вихи уж очень он быстро передвигается минус 2 оформили уже киос дальше погоня за котлом продолжается котл ультом в риона его накрывают погоня теперь возможно будет и за сайлором конечно будет здесь и чфн и чфн и чфн цепанул сайлора тот немного постоит и вот он виха наконец-то можно четвертого также здесь убивать толпой сайлор там медведем пытается хоть что-то придумать но от минус 4 без потерь киос выигрывает этот тракт блестяще все в танковали все впитали и на дистанции донесли очень много урона да мне понравилось то что киос как-то грамотно распределяют свои ресурсы по драке они действительно успевают всех закрыть никого не отпускать там давать какие-то глимсы то есть единственное что муж и смог спастись бег с нам остальных все-таки зацепили не отпустили убили и сразу заход на рашан команд киос но бастер не готовы драться вот так вот второй раз подряд сразу через короткий промежуток времени тем более у них нет ультов ни одного да и медведя нет медведи тем более не пойдут медведи среда точно слишком много денег чтобы его игнорировать ну максимум вот баунти руны пособирали сделал этом лучше но эти достается и чф с ларк теперь еще будет и с аэгисом 3000 преимущества для киос но вот видно теперь в этой драке что все-таки киос сильнее более с обретенным а егисом драка для них складываться должна еще приятнее бкб плюс ко всему появляется у сларка тяжело и тяжело сейчас придется команде астры так дисраптору я понимаю мидас летит к сларку летит блокинг бар сейчас либо вышку быстренько уничтожили в миде там оставшаяся часть команды они еще очень равномерно ресурсы распределяют и ты не можешь убить быстро виху дашь ой как хорошо влетает табо получает сайленс хорошо ли стартала из форста в того стоит в этом виллу песка не может двинуться с места теперь соу находит возможность подцепиться теперь чейном прямо встан врага туда залетел xxs остается под фокус него весел набросили слишком неприятный чпм пьет под покембаром как-то защитить свою ксс вообще не получалось здесь но и глимсуем что-нибудь что-нибудь ничего не глимсу минус свен потратили виллу пиз потратили магната из кажется по ресурсов для драки у астр снова не остается а виха готов подниматься на хайграунд впитывать в ноль правда очень больно сейчас лайф дрейна под декрепом потому что он отойти все равно тяжело очень тяжело складывать строки командаст за неплохой виллу фиск не удается там даже забрать кого-то клокверка добраться до суппортов тоже не просто как показывает практика да вот нет того героя который бы моментально сократил дистанцию то есть но свен не станет просто прыгать куда-то в дизраптора скорее просто не допрыгнет есть его чем останавливать хотя по идее очень далеко как правило когда ставится виллу висп и так смотрел медведя даже близко нет только свена свен он все-таки не главный дмж дилер в команде но очень быстро выбивают здесь аегис попробуют сларку бить второй раз тот бкб прожать не успевает минус сларк возможно но живет хорошо как спасает его на долю секунды и вих обрывается следом щит свена работает но самое главное сларк ушел он сейчас отхилится на фулл и может вернуться в драку бывает стартере не сплит пушим занимается мизери на верхней линии но это не важно то что и чпн уже восполнил свой запас здоровья начинает бить по боку пьет очень больно есть грифсы глимсом останавливают также сайлора таких шторм кинетик филл зажимают и его его спирит бера очень неприятно ведь топ тем временем падает и страдает команда астр в этой драке что делает сайлер сайлер будет просто умирать виха мало здоровья остается есть блайтник лайт добить просто нечем ставится на зарпорт и тимберу на него плевать да в итоге еще и по центру будут заходить на топе кажется крипы там погибли но половину вышки снесли половину вышки снесли на зарпорт тоже уничтожается грифсы через 13 секунд будут доступны ну вот прямо сейчас кеус наверно не смогут линию забрать хотя отчаянно пытаются хотя 30 секунд до респауна сайлора не знаю можно оставаться наверно фукшот пошел нашли лучше лучше форста 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 делает коги куда же ты лучше форста 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 коги зачем ты так себя мучаешь не бережешь вовсе таверну без байбека на вот теперь теперь-то точно можно забирать линию нужно я бы даже сказал там внезапно появляется метеор хаммеру мизери а века просто набивается и пассивку стоя возле зеркера 4 танк есть танк ничего не поделать теперь можно и вверх ломать нужно сделать 20 секунд беспуганным без магического урона команда практически остается и драка до сих пор не начинается и вот этот spirit vessel сколько раз он его использовал на тиммейтов они же вообще постоянно фуловые они не уходят отсюда уже сколько минут 5 наверное пока ты 2 еще били в миде хочу уходить все устанавливается ну да гривцы есть pipe есть vessel есть живем хилимся живем пьем строение строению соперника на базе кстати остается все меньше и меньше тут остался барак мечников вот теперь киос решили ну ладно наверно отойдем потому что есть смысл в этом можно паунте руны пособирать можно все-таки эти деньги которые они заработали инвестировать какие-то артефакты а потом вернуться уже с новой силой так там курьер уже летит летит он с форстафом с юлом с книгой на опыт и у клокверка три с половиной тысячи у сларка две с половиной тысячи конечно тоже нужно куда-то вложить что будет сларк покупать какой-нибудь айфскаде либо что-то еще салор нельзя терять медведя потеряет у него перепризвать не будет почти минуту а нет не спасли еще и цепили xxs а диффузы работает слаб набивает себе статы салеров спруты но он уже не так опасен вообще можно медведя не трогать такой смысл он все равно ничего из себя не представляет без передбера надо бить барак сверху на последняя цель перед окончательным уходом хотя окончательно киос так и вас соперника и не покидали они отходили ненадолго чтобы опять же быстро вернуться мизер развлекается там метеор камер пеньки все работа xs вошел тут же фуриона форстафует подальше сэйве таким образом ну и бобоко уже подставляется под пикетик килдом виха поехал его перерезать мужа старается восполнить запас здоровья бобоки но получают бок и весел поэтому в этом сейчас нет смысла бобоко еще и глимсует бобоко погибает грифсы от вихи ну вот нечем пробивать просто нечем и киос правильно делают что не отходит то что не видит что соперник слаб и сильнее не станет ближайшую минуту и ближайшее время пока киос не покинут базу все теперь вниз там тир 2 нет там остается тир 3 2 барака фактически это все что разделяет от 2-0 в этой серии ставится вилл офис попытка снова запустите снова форстаф на мизере бика танкует то ли вилл офис бить то ли соперника пить ну и что нашел просто смуши разобраться глимсует xxs откидывается молотком получает чакрам погибает тоже чпн делает двойное убийство ну и гг да пора признавать поражение 0-4 от астр сегодня 40 от команды киос такие результаты ну я просто восхищаюсь от командой после квалификации которые комментировал прошлом сезоне южноамериканских у меня взяли интервью именно перед интернешнлом по поводу дисси тогдашних какие вообще ожидания что я думаю про южную америку я там сказал что южную америку очень недооценивают ее многие тают абсолютно небоеспособным регионом но как они выросли за два года вот этот формат вал в который позволил постоянно одной из команд участвовать на всех турнирах турнирах набираться опыта он безумно поднял и вот эти легионеры которые туда также периодически приходят сначала виха потом мизери они привнесли свой скилл свой опыт и как рядом с ними остальные игроки растут ну вот ты скажи что да и чфн это парень из южной америки там про которого 3 3-4 года назад никто не знал вот как вырос и как играет как они просто разваливают именитых игроков китая без шансов две карты подряд за полчаса они суммарно даже часа по моему не потратили на две карты чистого времени фантастика все так да киос действительно молодцы ребятам только или побольше удачи на дипси турнирах да на крупных сколько там очень цинь мейджоре предпоследнее место заняли ну то есть не попали в сетку где команды первые четыре отлетели они попали во второй ряд вылетевших по-моему девятое двенадцатое место вот поэтому на дремлигу они квалифицировались мы знаем на мейджор на мейджоре будет команда киоса участвовать но это будет чуть позже пока здесь турнир и по этому турниру они идут действительно здорово 4-0 это хороший задел на выход с верхнюю сетку плей-оффа если такой же темп они будут держать ну понятно что впереди соперник будет пожестче где-то придется столкнуться и с командой фнатик завтра да и из команды nip которых тоже 4-0 в общем такие расклады ну что поздравляем команду киос астр пожелаем собраться завтра тоже у них будет очень ответственные матчи важные которых они могут зацепиться еще за эту групповую ставку